Привет, мои дорогие друзья! Это возобновление программы «Давидович Флай». В программе «Давидович Флай» мы рассказываем про обучение, мы рассказываем про вертолеты и вообще про авиамир. По чуть-чуть. Сегодня вашему вниманию я хочу представить самый распространенный вертолет в мире под названием «Робинсон 44». Огромное количество людей находится у нас в воздухе. Кто-то летает путешествуя на Боингах, на аэробусах, а кто-то предпочитает вертолет. «Робинсон 44» не просто самый распространенный вертолет в мире, это один из самых простейших и надежнейших вертолетов, которые сегодня можно себе приобрести. Давайте начнем с самого начала. Что такое «Робинсон 44»? Это вертолет, который сегодня можно приобрести примерно за 550 тысяч долларов. Раньше этот вертолет стоил немножечко дороже. Это если говорить про новую технику. Если говорить про технику бэушную, то в принципе нижняя планка примерно 100 тысяч долларов. Может быть даже вы найдете за 90. Вот мы сидим, разговариваем, да? И вот тот, кто ответит сейчас на все вопросы, съест вот эту вот вкусную мясную пирожулечку. Сидит Моника, показывать ее не будем. Кстати, все спрашивают про Монику, почему мы не показываем. Потому что вы потом не писали письма с любовными признаниями. Да нет, на самом деле я сидим, просто разговариваем, и я говорю, а вот что ребятам рассказать вообще про вертолеты? А Моника говорит, типа, ну это что? Что это? Это топчик или не топчик? Это обычный Робинсон 44. Это обычный вертолет. Я его просто не хочу называть Жигули. Жигули. Ну, давайте назовем его Тойота... Камри. Тойота Камри. Короче, это надежный, крутой, классный вертолет, который просто у людей вообще формат того, что это вертолет, у них сразу все это какой-то космос. Все это уже не космос. Мы уже живем в том времени, когда вертолет не космос. Новый борт Робинсона 44 сегодня приблизительная цена 550 тысяч долларов. Но это же не машина. Это у машины подвеска есть, лакокрасочное покрытие и так далее. У вертолетов гораздо все проще. У вертолетов его стоимость формируется от года выпуска вертолета, а также от налета определенного количества времени в часов. Есть определенная граница. 12 лет, когда идет полный ребилдинг. То есть его полностью разбирают, проверяют и, соответственно, потом собирают заново. Это очень дорогостоящая удовольствие. Поэтому большинство бортов, которые в России у нас находятся, когда они подходят к сроку в 12 лет, ну, соответственно, прайс уже на этот борт падает. То есть, сколько стоит месячное содержание Майбаха и месячное содержание Робинса? Месячное содержание Майбаха стоит парковочное место в гараже. Кстати, его можно вообще в наглую просто в гараж. Если бы я, вот у меня был мой борт, я бы просто прямо у себя в доме на парковочное место поставил, и хрен мне кто что скажет. Хочешь держать его при компании, чтобы ему попочку вытирали, стеклышки натирали, там, масленица нюхали каждый день. Вот, пожалуйста, ты можешь его поставить. Но я тебе четкие прайсы не скажу, но это вообще недорого. Ты вот так вот сейчас делаешь, типа, это самое... Я тебе еще раз серьезно говорю, когда ты привозишь Майбах на ТО, или там, Мерседес 22-й, 63-й, какой-нибудь задаешь на ТО, у тебя больше проблем, чем если у тебя Робинсон есть, понимаешь? Что такое Робинсон 44? Давайте посмотрим. Это небольшого размера вертолет, небольшого размера салон. Четыре посадочных места у этого вертолета. Они не очень большие. Большое количество сумок вы с собой не возьмете. Я умещусь где угодно. Это значит, большая часть людей туда, конечно же, залезет. Багажника у этого вертолета, к сожалению, нет. У этого вертолета бывают два типа двигателя. Есть Лайкомин. Это шестипоршневой двигатель с мощностью порядка 240 лошадиных сил. Есть двигатель газотурбинный. По большей части люди используют с двигателем Лайкомин. Он более приемистый, более надежный и такой, знаете, кондовый. Оппозитный двигатель, как на Subaru. Для балансировки, для развесовки правильно. А двигатель это тоже разработка американцев? Да, да, да. С 1888 года существует компания Лайкомин, которая разработала 1888 года. Как выглядит у нас двигатель? Двигатель вы можете посмотреть с этой стороны, потому что перед каждым взлетом идет технический осмотр вертолета. Самим пилотом, как правило. Он проверяет датчики, он проверяет уровень масла в двигателе. Двигатель вы можете увидеть с этой стороны. И, соответственно, вы можете увидеть его с этой стороны. Здесь у вас будет проверка... Так, ремни у нас где, блядь? Все, позабыл, блядь. Как это все дело... Нет, давай продвигатель. Есть ли такое понятие ТО? Замена масла, жидкости? Да есть, но просто ты делаешь один раз ТО, и ты можешь там полсезона абсолютно летать. Ты же не будешь летать каждый день? Не, ну можешь каждый день летать, но будешь делать ТО раз, я не знаю, в два месяца. Есть такое понятие, как расход топливо. Ну, есть топливо, но... Ну, и на четыресты такие. А вот отсюда до Воронежа можно заправить полный бак, и до Воронежа долетать. В Воронеже нечего делать. А? В Воронеже нечего делать. В Воронеже нечего делать? Это ты пацанам из Воронежа скажешь, что там в Воронеже нечего делать. Ты что? Вырезали. Там столько замечательных ребят живет. Ничего мы не вырезали. Робинсон – это вещь, с которой можно столкнуться в любую секунду. Это как с Эдвардом Биллом столкнуться на Тверской, понимаешь, который там постоянно шарахается, что-то делает. Так вот с Робинсоном можно. Сидишь так в кафе, а тут Робинсон проезжает. Сними, сними. Многие думают, что чем круче вертолет и быстрее крутят лопастями, тем он быстрее. На самом деле нет. В среднем границы от 240 до 300 км в час. Ну, там, в пикирование. Даже если у вас вертолет какой-нибудь там К-52, который весит порядка 12 тонн, он не будет лететь 400 км в час. Не будет. Потому что есть закон физики. У всех вертолетов они все крутят с одной и той же скоростью лопастей. Да, просто вопрос в посадочных местах, в удобстве. То есть не топ и топ. Вопрос в количестве лопастей и в их ширине и в длине. То есть чем больше у тебя лопастей, тем более устойчиво он стоит. Меньше там, соответственно, вибраций. Понимаешь? Для чего нужен этот вертолет? Этот вертолет, как правило, используют в труднодоступных участках нашей необъятной большой родины. Там, где нету дорог. Там, где сложно добраться куда-то. Какие-нибудь горы или возвышения. А также, если вы просто хотите куда-то полететь. На дачу, на шашлыки, еще куда-то. То есть, по сути, это альтернативный вид техники автомобиля. И если много-много-много лет назад вертолеты были чем-то вообще супер сумасшедшим и нереальным с точки зрения приобретения, то сегодня это абсолютная норма. В Соединенных Штатах Америки порядка 15 тысяч аэропортов. Вообще абсолютно разных. В том числе площадок под вертолеты, под маленькие самолеты. В Российской Федерации их порядка 250. А в Китае, например, их порядка 500. Но это в любом случае все развивается. Знаете, это как мотоциклы. Когда-то это была декоринга, и все на спортбайке смотрели с открытыми глазами. Но сегодня это уже обыденность, и вы спортбайк можете себе купить абсолютно легко в любом магазине. Их огромное количество, и есть еще выбрать. Летает он, как обычный двигатель внутреннего сгорания на сотом топливе. Здесь двигатель, который передает свою мощность на основной вал. Основной вал передает мощность на основные лопасти, которые идут наверху, а также на хвост. Есть куча технических характеристик, которыми я вам не буду забивать голову. Моя цель сегодня – вас познакомить с этим замечательным бортом, немного полетать. И я хочу сказать, что это один из тех вертолетов, на которых я учился летать. И на которых я научился до такой семьи, что я на этом борту открываю вот этой лапкой бутылку пива. Бутылку пива еще раз сможешь открыть? Бутылку пива смогу еще раз открыть, надо потренироваться просто. Ну, как бы, если ты сейчас закусишься со мной, ну, на какой-то бабосик, там, еще что-то, ну, или на шпагат какой-нибудь, там, то... Ты сегодня же открою в этом бутылке пива. Я думаю, сегодня не открою, потому что погода нелетная. Но когда я только начинал вообще учиться, летать на верстолетах, дядя Коля, Николай Бернатов, это учитель, он говорит, слушай, ты нормальный человек? Какая бутылка пива? Я говорю, я хочу научиться так, чтобы я открывал бутылку пива. Он говорит, слушай, я очень много лет в авиации, я, говорит, не открою. И огромное количество людей, которые я знаю, не откроют. Я говорю, а я открою. Обучение мое подошло к своему логическому завершению. Я научился летать на вертолете Робинсон 44. Я хочу вам всем показать и убить ваш страх раз и навсегда на тему того, что на вертолете, ну, очень сложно научиться. Если вы захотите, вы все сможете. Я тому живой пример. То есть я хочу, чтобы она стояла на какой-то поверхности, безусловно, ее человек будет поддерживать. Если вы отсюда сверху посмотрите, то вы поймете, что мне вот этим краем нужно будет зацепить вот эту крышку. Есть! Прикиньте, вот у вас теперь есть друг Давидович, который умеет летать на вертолете. Что еще может быть интересно нашим дорогим телезрителям? Ну, конечно, это материал не для всех. Конечно, это для тех людей, которые смотрят в небо и мечтают, что они когда-нибудь туда поднимутся. И это обязательно случится, друзья мои. Если прям очень коротко и вообще по-русски. Шаг-газ. Что это такое? Когда мы поднимаем ручку наверх, мы изменяем угол атаки лопасти. Тем самым создаем нагрузку и вертолет начинает разгружаться, начинает потихонечку подниматься. Почему эта ручка называется шаг-газ? Шаг. Это то, что вы меняете угол атаки. А газ. Это то, что вы прибавляете обороты. Видите, ручка влево-вправо крутится. Что делают, работая с педалями? Все очень просто. Смотрите. Когда вертолет разгружается полностью. Что значит, что разгружается? Это значит, что вот сейчас настанет та секунда, когда он взлетит, когда шаг поднимается. У вас получается так, что у вас лопасти крутятся в одну сторону. И за счет того, что они крутятся в одну сторону, у вас кузов начинает заворачивать. Его начинает закручивать. Так вот, задний хвост сделан именно для того, чтобы работать в сопротивлении. Чтобы вертолет летел прямо. Чтобы у вас с одной стороны он поднимался, но с другой стороны не закручивался. Именно поэтому у вас и работает задний хвост. И вы задним хвостом управляете педалями. Больше-меньше. Больше-меньше. Все просто. Есть какая-то статистика по падениям этих самолетов? Ну, очень много разговоров по поводу вертолетов. Все очень просто. Значит, вот есть просто правила, написанные кровью. Вот такая фраза была у моего учительа. Основная причина – это «я сейчас могу, смотрите, как». И вторая – это провода. Все. Ну, то есть ошибка пилота, грубо говоря. Ну, как бы, да. То есть, вот ты знаешь, типа, «я могу, давайте посмотреть». Все, вот с этого все начинается. Как только ты садишься за штурвал, а ты всего боишься, ты очень внимателен, ты напряжен, ты внимательно за всем наблюдаешь, всегда все будет хорошо. Вот всю жизнь будет все хорошо. Вот как только ты расслабился – все. Проекции нету. Там подогрева сидений, продувки сидений, подкачки сидений, системы мультимедиа – ничего нету. Потому что не до этого. У тебя и так куча проблем, которыми ты должен заниматься. Следить за температурой мотора, за маслом мотора, за скоростью вращения винтов и так далее. Вертолет – это не самая, не вот эта вот ситуация, знаешь. Когда ты едешь такой, на роллся, на кого кулины. Едешь, едешь такой один, короче, в пробке. Ты такой. Вот так в рубике не бывает. Там просто, там особенно, знаешь, вот таких, как ты, кто на шпагат садится, но на вертолете не летали. Просто горохом пахнут. Я сая за штурвалом. Тонировка на вертолетах разрешена по максимуму. Пятеркой можно лобаж закрыть вообще просто, чтобы никого не видеть. Серьезно? Ну, конечно, нет. Тут еще какая-то герой на вертолете. Я такую херню даже вообще в голову не могу. Это уже женская логика. Но солнце слепит. Тонировка на вертолете. Что глаза? Очки одень. Вертолет в тоннере. Вообще, слышали такое вот в Монике? Чеченский, дагестанский вариант. А, кстати, вот поэтому тебе нравится особенно чеченцы и дагестанцы, что лобаж закрыт, Вася, все едут. И еще какую-нибудь музыку, мотивчик. Сегодня огромное количество молодежи покупает разные автомобили. Кто-то покупает BMW, кто-то покупает Mercedes, кто-то покупает Audi. Но кто-то может вложить в себя, в свое развитие, обучиться на вертолете и иметь такой борт. А можно такой борт не иметь. Можно научиться и брать его в аренду. И в любой хороший, солнечный, прекрасный день с друзьями летать по той же самой Московской области. И замечательно проводить время. Ну, а теперь, наверное, попробуем с вами на нем полетать. И я вам покажу, как он управляется. Дело в том, что если я вам буду говорить, как рулится автомобиль, как он поворачивает, как он тормозит, как он разгоняется, вы поймете. Потому что многие из вас это делают. Но вы не можете ощутить, как взлетает вертолет, как он разгоняется, как он тормозит и как он садится. Есть много-много-много дополнительных критериев, которые нужно знать, которые нужно чувствовать. Поэтому, в принципе, я считаю, что это, мягко говоря, не тест вертолета. А это некий рассказ про определенную версию модели вертолета. Потому что исполнять на 44-м я не буду. Я могу показать старый кусочек из старого материала, какие вещи я делал на 44-м. В московских условиях достаточно сложно представить, кроме скорости, плюсы вертолета. Почему? Потому что основной плюс вертолета – это скорость с точки А в точку Б, без проб и без всего остального. Но теперь представьте, что помимо скорости вертолет может преодолевать расстояния, до которых добраться физически невозможно. Например, мы на Эльбрус добрались на вертолет. Мне вертолет нравится, в отличие от самолета, тем, что на самолете ты ушел в небо и все, а ты ничего не видишь. На вертолете летишь, 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 о, видишь, о, пацанчики катаются. Берешь, приземляешься, идешь, выясняешь, что происходит. И так по любому вопросу. Посмотри, какой он прикольный. Небольшой, маленький, хранить можно где угодно. Вы, конечно, можете кататься на тачке. Вы, конечно, можете купить себе Ауди и кататься на Ауди. Вы можете себе купить BMW, вы можете купить себе Mercedes. Вы можете взять в аренду любой автомобиль. Вы можете даже купить себе, например, Subaru. А можете, когда вам надо, просто взять Robinson 44 и покайфовать на нем. Субтитры сделал DimaTorzok